Немедленно слезай оттуда. Мамочка, прийди сюда. Я же сказала не делать ничего опасного и слушаться Шарлотту. А если бы ты попала в больницу? Здесь слишком опасно играть. Я вас забираю. Женщина, что происходит? Я пойду в полицию. Вы только что пытались убить моего ребёнка. Я боюсь её. На территории детского сада ребёнок в полной безопасности. Мой ребёнок мог поскользнуться и свалиться с горки. Вы знаете, как это опасно? Она могла сломать себе что-нибудь. Это всего лишь безобидная детская горка. Все дети играют на ней. И никто и никогда не ломал себе что-либо. Это машина для убийств. Но с вами бесполезно общаться. Мы уходим. Больше вы не пойдёте в детский сад. Никогда. Кайла, в тебе я вообще разочарована. Сейчас мама проведёт воспитательный урок для вас. Давайте начнём. Итак, садитесь на диван. Видите эту беду? Я буду бить за неправильный ответ. Собираюсь показать видео. Вы должны ответить. Выглядит видео весело или опасно? Все меня поняли? Да, мамочка. Хорошо. Повторюсь. За неправильный ответ я буду бить. Это весело. Нет, это выглядит слишком опасно, мама. Я боюсь. Кайла, неправильный ответ. Буду тебя бить. Ай! И Шарлотта. Очень хороший ответ. Я горжусь тобой, моя дорогая. Спасибо, мамочка. Следующее видео. Посмотрите это. Девочка гладит злую собаку. Это выглядит опасно, правда? Ведь собака может укусить за руку девочки. Я тоже хочу, чтобы у меня была такая собака. Мамочка, у меня мурашки по коже. Какой опасный пес. Кайла, животные могут передавать вирусную и бактериальную инфекцию человеку через поглаживание. Нельзя к ним приближаться. Ты поняла меня? Немей меня, мам. Почему тебе все кажется веселым, Кайла? Опасность повсюду. Смотрите следующее видео. Это опасно, да? Присмотритесь. Это очень безопасно, мамочка. Сон полезен для детей и взрослых. Моя ты дорогая. Я даже не знала, что ты такая умная. Я очень и очень горжусь тобой. Шарлотта, доченька, в награду ты сможешь лечь спать на полчаса раньше. Это супер, мама. А можно я поиграю в планшете? Ладно, под моим присмотром. Я бы предпочла быть в детском саду и играть на горке. Минуту. Это что, качели? Я раскачиваюсь. Как же захватывает мой дух. Мне так весело. Мам, смотри. Детка, что ты делаешь? Я не могу остановиться. Держись, ты же сейчас упадешь. Я не умею плавать. На помощь. На помощь. Акула. Я уже близко, детка. Ах, какие волны. Прыгай в шлюпку. Мама, помоги. Я не могу. Вот что происходит, если ты не слушаешь меня. Залезай, я говорю. Видишь эту опасную акулу? Она могла тебя съесть. Давай уплывем от нее подальше. Проваливай акула. Я просто в ярости. Запомни мои слова. Все, что весело, опасно. Ты должна быть рада, что осталась жива. Потому что мама была рядом. Не бей меня, мамочка, пожалуйста, я больше так не буду. Надо бы дать тебе хорошую пощечину. Но сегодня у тебя день рождения, я сделаю исключение. А что, что, сегодня мой день рождения? Да, и у Шарлотты тоже. Поэтому больше ты не причинишь себе боль, моя дорогая. Посидишь пока в шкафу. И не выходи, пожалуйста, пока я не вернусь. Шарлотта, оберегай ее. А я пойду подготовлю для вас праздник. Да, мама, можешь положиться на меня. Ты больше никогда отсюда не выйдешь. Наконец-то я стану маминой любимицей. Сестра, выпусти меня. Пожалуйста, помоги мне. Не надо. Сиди там, молча. Идеальное место для дня рождения. Но здесь так много людей. Вдруг кто-то болеет и заразит моих девочек. Лучше прийти сюда ночью. Ой, мама возвращается. Привет, моя дорогая. Как вы себя вели? Я была очень хорошей девочкой. А Кайла много плакала. Давайте пойдем отпразднуем день рождения. Но, мам, уже так темно? Да, точно. Вечером нормально. Потому что днем было слишком опасно. Снаружи так много людей. А чем больше людей на улице, тем опаснее. Так, выходи, Кайла. Наконец-то воздух. Мы идем сейчас отмечать день рождения. Я подготовила даже подарки для вас. Подарки? Это так круто. Девочки, держитесь подальше от воды. Там могут быть крокодилы. Мамочка, я так боюсь. Пойдем домой. Мне тоже страшно. Я не хочу упасть в воду. Мы не можем сейчас вернуться. Сначала вместе отметим день рождения. Вау, мама, что это? Там наши подарки. Да, у каждого по два подарка. Шарлотта, откроешь свои первые? Я с нетерпением жду этого. Морковка? Очень полезный для здоровья глаз, зубов и печени. О, отличная морковка. К счастью, у меня есть еще один подарок. Надеюсь, он будет лучше этого. Это туалетная бумага. Именно, экологичная туалетная бумага. Она безопасна, мягкая и хорошо впитывает. А еще она тебе не навредит. Да, я всегда мечтала о такой. А можно теперь я открою подарки? Справишься? Ты ведь такая слабая у меня. Довольно сложно в этой одежде, но я постараюсь. Надеюсь, там не туалетная бумага. Что это, шлем? Дополнительная безопасность. Чего ты ждешь, примерь. Конечно, мамочка. Выглядит так красиво. Мам, я даже руками не могу пошевелить. У меня еще один подарок. Я хочу его открыть. Пытайся лучше. Да-да, я стараюсь. Откроем вместе. Та-дам! Спасательный круг? Кайло супергончится. Ну хватит любоваться. Это теперь твоя одежда. Ты же моя принцесса. Принцесса с прекрасной короной. Мама, я плохо вижу в этом шлеме. Хватит же плакать, и тебе день рождения. Ладно, девочки, пойдемте домой. Но мы не попробовали торт. Ты действительно думаешь, что я позволю тебе съесть этот торт? Сладкая разрушает зубы. Но мама, я голодная. Не спорь с мамой. Мы идем домой. Я всегда хотела настоящий торт. Ты что, все съела? Оно выплюнь. Как ты посмела, наглая девчонка. Ослушалась мать. Найдешь дорогу домой сама. Я больше тебе не помогу. Но мамочка. Какой замечательный день рождения. Все было бы идеально, если бы ты не съела торт. Прости, мам. Ладно, ложитесь спать. Я возьму подарок с собой. Мам, мне очень неудобно спать шлеме. Можно его снять? Ты все время должна быть в нем. Но, пожалуйста, он спадает. Хорошо, я сделаю исключение. Но ты останешься в спасательном жилете. Потому что я помню, как ты чуть не утонула. Спасибо большое. Я уберу ваши шапочки в ящик. Спокойной ночи, мои ангелочки. Ангел мой, я вернулся с деньгами. Наконец-то деньги. То есть, я так скучала по тебе и деньгам? Я тоже по тебе скучал. Где мои деньги? Я имею ввиду, где наши деньги? В чемодане. Что это? Только две тысячи токенов? Ты сошел с ума? Как я вообще буду жить на этом? Но это же очень много. Я даже не смогу купить бриллианты. Потому что не хватит на шубу. Пойди, заработай больше денег. Но как я это сделаю? Вернись к бывшей и придумай, как еще достать деньги. Но я не хочу идти к ней. Я так сильно скучал по тебе, детка. Я легла спать голодной из-за тебя. О нет, ты правда ничего не кушала из-за меня? Ладно, я снова вернусь домой и добуду больше денег от моей бывшей. Ступай, дорогой, и проезжай скорее. Да, моя дорогая. Я все сделаю для тебя. Хватит тут стоять. Деньги не придут сами. Прости, не могу просто налюбоваться тобой. Можешь оставить деньги здесь. Тебе нужно освободить место для новой пачки денег. Ты такая заботливая. Люблю тебя. Ну и тряпка. Алло, пупсик. Этот идиот принес мне две тысячи токенов. Приходи, мы можем потратить все деньги. Я уже здесь, моя куколка. Я так скучала по тебе. Вот деньги. А это мои. Замечательно. Давай ходить по магазинам. Да, я люблю ходить по магазинам. Я тоже. Особенно тратить не мои деньги. Ох, какое удовольствие. Надеюсь, это будет так же просто, как и в прошлый раз. И никого не будет. Папа, папочка пришел. О нет, что мне делать? Это же ты. Папа останется с нами навсегда. К сожалению, я должен тебе сказать, милая. Я не твой отец. Но мы вместе на фото. Мы сделали это фото, когда выходили из здания суда. Оно ничего не значит. Ты только мой папа. Нет, и не твой тоже. Я все расскажу мамочке. Ладно, ладно, девочки. Я просто хотел проверить вас. Конечно же, я ваш папа. Кто же еще? А где ты так долго был? Уходил за молоком. Он в твоем портфеле? А дай, не трогай его. То есть молоко в другом чемодане. Я схожу за ним. Ну пожалуйста, обещай нам, что ты вернешься. Да-да. Как мне не повезло. Ох, ненавижу эту семью. Я думал, никого не будет дома. Вот наличные. До свидания. Это было так недружелюбно. Вот ваше молоко. Папочка, спасибо. Мама как раз вернулась с работы. Идем к ней. А, что? Доченька, ты снова говоришь соображаемым попугаем? Смотри, кого я привела, мам. Это папа. Что он здесь делает? Он вернулся и принес молоко. Поиграй со своей сестрой. Хорошо, мам. Мы увидимся позже, папа. И что же ты хочешь от нас? Милая, мне так жаль. И я хочу вернуться обратно в семью. У тебя был роман с другой женщиной, пока я была беременна. Это была самая большая ошибка в моей жизни. Потому что у меня нет денег. О, я имею в виду. Потому что я так сильно тебя люблю. Пожалуйста, прими меня. Уходи немедленно. Это теперь мой дом. И я не хочу тебя видеть снова. А теперь послушай меня. Ты примешь меня обратно. Иначе я расскажу детям и о твоем романе. Ведь Шарлотта не моя дочь. Ты не можешь винить меня в этом. Я любила только тебя. Или я заберу свою дочь и мы разделим семью. Или мы снова станем счастливы вместе. Ты поняла меня, дорогая? Да. Я собираюсь работать сейчас. Хорошо. Но, пожалуйста, не как-то это рассказывай детям. Увидимся позже, моя конфетная жемчужина. Это человек отвратительный. Как бы от него избавиться? Папа, спасибо за молоко. А ты попробуешь? Я совсем не хочу. Выпей за меня, детка. Молоко поможет стать сильнее. Ведь оно укрепляет мышцы. На здоровье. А я возьму это. И еще это. Но это наши игрушки. Мне они нужны для работы. Маме не понравится, что ты наши вещи забрал. Она рассердится. А мы не будем ее злить и ничего не скажем. Зачем вам вообще эти глупые игрушки? Я куплю лучше. Мама сказала, это безопасные игрушки. У этой женщины есть еще какие-нибудь ценные вещи, которые я могу продать на моей работе? Есть татуэтка. Вот такая. Выглядит как дешевая безделушка. Ну да ладно, пригодится. Эти двое детей настолько глупые. Они помогут мне добыть много вещей для продажи. Я заработаю много денег и снова вернусь к моей милой. Должно быть, она скучает по мне так же, как я скучаю по ней. Прошло пять лет. В нашем доме постоянно пропадали вещи. Мама думала, что это воры. Но на самом деле папа брал их для своей работы. Сегодня наш первый день в школе. К сожалению, мама все еще строга со мной. А меня мама в основном игнорирует. Приготовлю завтрак для Шарлотты. Возьму рыбу, фрукты, ананас, яблоко, виноград, побольше рыбы. Она очень полезная. И много-много овощей. В них полно витаминов. Все это дело мы накроем овсяными вафлями. Овсянка это очень здорово. Уберем ее в ланч в портфель. Так, а для моей малышки. Возьмем детское питание. И конечно же бутылочка с молоком. Я такая хорошая мама. Ваши ланчи в рюкзаках. Шарлотта и Кайла. О боже, Шарлотта, твои волосы отросли. Надо подровнять. Нет, пожалуйста. Мне очень нравится моя длина. Быстро в ванную. Положи рюкзак. Идем за мной. Это никуда не годится. Ты же знаешь, что тебе нельзя иметь длинные волосы. Сейчас мы все исправим. Совсем другое дело. Выглядит отлично. Это глупо. Нет, вовсе нет. Пошли. Мама, можно я это сниму? Конечно же нет. Представь, тебе на голову упадет большой камень. Тогда ты получишь сотрясение. Я забочусь о тебе, Кайла. Будь благодарна. Я благодарна тебе, мамочка. Но все будут смеяться надо мной. Если они так сделают, то просто завидуют красотке. Какая крутая школа. Ладно, мам, спасибо. Ты можешь идти? Мы бы хотели познакомиться с ребятами. Нет, а кто защитит вас? Смотрите. Вот и уморо. Здравствуйте, дети. Я мама Шарлотты и Кайлы. Пожалуйста, будьте вежливы с ними. Особенно с Кайлой она слабая. О, два ребеночка. Да-да, мы их не обидим. Мам, послушай. Ты можешь оставить нас? Что ты имеешь в виду? О мой бог. К счастью, мои родители меня не смущают так. Дети, урок начинается. Садитесь сюда. Это лучшие места. Так что это? Кофе вреден. Мама, когда ты уйдешь? Сегодня открытый урок и на нем могут присутствовать родители. Поэтому я останусь с вами. Это правда здорово. Ага, ага, а что я вижу? Мама притворяется студенткой. А что она вообще тут делает? У меня есть хорошая идея. Это шпаргалка? Никаких шпаргалок в моем классе. К директору. Но она не моя. Все так говорят. Теперь вы объясните это директору. Вон из моего класса. О, постойте. Полное безобразие. Итак, дети, начнем урок. У Нины в 2 часа ночи было 5 острых ножек KFC. Через час и 6 минут две ножки пропали. Вопрос. Во сколько пропали две ножки и сколько ножек осталось? Я не знаю ответа. Она съела две ножки в 3 часа ночи и 6 минут. И значит осталось три ножки. Это неправильный ответ. Но если было 5, а она съела две, то осталось три ножки, она их съела. Не спорить с учителем. Боже, картонная голова. Очевидно же, она не ела две ножки. Их съела ее домашняя собака. Точно, точно. Потому что Нина спала в это время. Ведь ей завтра в школу. Это правильный ответ. Но как можно знать такие подробности? Нужно шевелить мозгами. Ладно, приступим к моему следующему вопросу. Пора перекусить. Что нам положила мама? У меня бутылочка и детское питание. Мама упаковала это для меня. А вот умора. Что вы делаете за нашим столиком? Пришли портить аппетит? Фу, что это? Смотрите, она ест детское питание. Скажи еще, что носишь подгузники. Кайла, не обращай на них внимания. Хорошо, сестренка. Я постараюсь. Рыба с фруктами вообще невкусно. А мама мне положила бокер с креветками. А у меня много фруктов. Обожаю арбуз и виноград. Курица с рисом. Острые ножки. Супер вкусно и жирно. А давайте угостим этих детей немножко. У меня остался помидор. Закидаем помидорами. Хватит. Кайла, давай уйдем отсюда. Я не хочу быть с такими глупыми людьми. Ты права, сестра. Ой, смотрите, сейчас маменьки пожалуются. Надеюсь, они выжили без мамочки. Мама, что ты стеснилаешь? Жду вас, мои милые. Как у вас дела? Боже мой, я что в детском саду? Ох, девочки мои любименькие. Пойдем домой. Сегодня нам дадут горячую воду, и я смогу вас искупать. Да, мадам, потрите им хорошо попки. Мама. Я должен поторопиться. Интересно, есть ли у них еще телевизор? Папа пришел. Привет, папа. Привет. А, привет, Саша. Какая еще Саша? Ты не знаешь имя собственной дочери. Не ссорьтесь. Главное, папа с нами. Я знаю имя нашего сына. Это не твой сын. Это твоя дочь. А это что? Винд? Что здесь делает, Винд? Наверное, дети случайно вытащили. Я должна тебе поверить? Мам, поверь, папе. Это мы действительно виноваты. О, пойду приготовлю что-нибудь. Спасибо, что прикрыли меня. Я должен упаковать телевизор. Но мама заметит. И зачем тебе наш телевизор? Для работы. Ты и так продал всю нашу технику. Ладно, девочки, я должна признаться. По правде, это телевизор для бедных детей. Я просто хочу быть хорошим человеком и принести им это в подарок. Я не знала, что ты занимаешься благотворительностью. Ты такой добрый папа. А вы сомневались во мне? Привет, это все товары. Да, их очень много. Наличные в чемодане. Отлично, спасибо. Наконец-то я куплю обручальное кольцо для моей любимой. Она даже не догадывается, что я собираюсь сделать ей предложение. Как же я соскучился. О, да. Милая, я вернулся с подарком. А, минутку. Это что, брендовый костюм? Но это не мой костюм. Тогда чей? Нет, она бы мне никогда не изменила. Она очень любит меня. Какой кошмар! Кто этот мужчина? Это мой брат, ты все неправильно понял. Я купил для тебя подарок, а ты мне изменила. Это правда мой брат, верь мне. Каждый день я много работал ради тебя. И воровал вещи. И в качестве благодарности ты предала меня. Ты принес деньги? Да, смотри. Но ты их никогда не получишь. Собирай свои вещи и уходи. Не хочу тебя больше видеть здесь. Пол, сделай что-нибудь. У него наши деньги. Мы уйдем, но заберем наши деньги. Это не ваши деньги, а мои. Нет, наши. Отдай наши деньги. Вы не получите ни копейки. Проваливайте отсюда. Время спать. Ты принес нам так много денег. 200 тысяч токенов. Не такой бесполезный, как я думала. А теперь сбежим, детка. Да. Креветки такие вкусные, мама. Спасибо большое, что разрешила попробовать. Я так рада, что вам понравился обед. Пей свое молоко, Кайла. Хорошо, мамочка. Семья меня обокрали. Папа, что случилось? Жанет меня предала. Она мне изменила. Жанет? Ты опять с ней? Кто такая Жанет? Ты изменил маме? Это моя подруга. Я люблю только маму. Мое сердце разбито. Ты больше здесь не останешься. Но подожди, дорогая. Я все сказала. Проваливай. Раз ты меня выгоняешь, я признаюсь детям, что и ты мне изменила. И я не папа Шарлотты. Убирайся. Вы еще пожалеете. Мама, это правда? Я расскажу вам все. Мама рассказала про свое прошлое. И как папа предал ее во время беременности. Она нас тоже обманывала все эти годы. Поэтому я больше не могла ей доверять. Я больше не хочу тебя слушать. Я пойду в больницу и пройду обследование. Постой, Кайла. Мама всю жизнь считала меня больным ребенком. Но я хочу знать, здорова ли я. И оказалось, что я не слабый ребенок. Это правда? Да, по результатам я вижу, что вы в полном здравии. Это что, значит я смогу покататься на американских горках? Да, вы можете это сделать. Как же здорово! Много лет я думала, что мы счастливая семья. Мама, я была в больнице. Доктор сказал, что я совершенно здорова. Но ты родилась очень слабой. Мама, я знаю, но я уже далеко не ребенок. И я больше не слабая. Кайла, это же такие хорошие новости. Я очень рада за тебя. И я поговорила с директором. Я буду жить в общежитии. Детка, пожалуйста, останься. Нет, мама. Впервые в жизни я хочу идти своей дорогой. И я надеюсь, ты поймешь меня и поддержишь. С этого момента началась моя новая жизнь. Привет. Ты играешь в хоккей? Нет, это моя повседневная одежда. О, нет, нет, нет. Ты должна одеваться проще. Подожди минуточку. У меня кое-что есть для тебя. Вот, смотри. Подходящий наряд. У меня наконец-то появилась настоящая подруга. А в комнате был свой уголок и отдельная кровать. Я так счастлива. Постойте, это же картонная голова. Она такая красивая. Вообще-то я красивее ее. Ты тоже красивая, но она была другой. Вау, я влюбился. На занятии учитель показал современное искусство. Я так сильно вдохновилась этой темой и поняла, что хочу связать свою жизнь с творчеством. Мама успокоилась. И они с сестрой принесли для меня милые вещи. Шарлотта тоже исполнила свою мечту и стала любимой дочерью мамы. Спасибо за то, что вы здесь. Надеюсь, тебе все нравится. Я скучаю по тебе, сестренка. Я тоже сестра. Мама, Шарлотта, я вас так сильно люблю. И если ты счастлива, я тоже счастлива. Десять лет спустя я стала самым популярным художником. И ездила с картинами по всему миру. А следующая остановка – Нью-Йорк, где у меня будет выставка. Кстати, моя сестра стала пилотом. Я первый раз в жизни в Нью-Йорке. И все благодаря тебе, доченька. Наконец-то мы все вместе. Сделаем потом. Мы такие красивые. Спасибо большое, что посмотрели на нашу историю. Не забудьте поставить лайк, если она понравилась. И подпишитесь на канал, если ждете новые сюжеты. А я вам всем желаю любви и счастья. Субтитры сделал DimaTorzok